Здравствуйте дорогие друзья! Добро пожаловать на наш мастер-класс! В этом ролике покажем технику и схему вязания крючком подставки под горячее из натурального джута. А также объясним различия в узоре при вязании по одной и той же схеме. Сделаем первую петлю, как показано на экране, и провяжем первый столбик из трех воздушных петель. Первая воздушная петля. Вторая воздушная петля. Третья воздушная петля. Первый столбик готов. Осталось провязать еще 11 столбиков с накидом. Накидываем нить на крючок, далее цепляем крючком нить и вытягиваем ее из большой петли. Образовалось 3 петли на крючке. Цепляем рабочую нить и протягиваем через первые 2 петли. Затем снова цепляем нить и протягиваем через 2 петли. Повторяем процедуру еще 10 раз. Третий столбик. Четвертый столбик. Пятый столбик. Шестой столбик. Седьмой столбик. Седьмой столбик. Восьмой столбик. Девятый столбик. Девятый столбик. Десятый столбик. Одиннадцатый столбик. Одиннадцатый столбик. Девятый столбик. Девятый столбик. Девятый столбик. Провязываем первый столбик из воздушных петель. Далее провязываем столбики с накидом по два столбика в каждую перемычку между столбиками первого ряда. Всего во втором ряду должно получится 24 столбика. Второй столбик провязываем в ту же петлю, что и первый. Третий столбик провязываем в следующую петлю. Четвертый столбик провязываем в ту же петлю, что и третий. Получается по два столбика в каждой петле. Пятый столбик провязываем в следующую петлю. Шестой столбик провязываем в ту же петлю, что и пятый. Седьмой столбик провязываем в следующую петлю. Восьмой столбик провязываем в ту же петлю, что и седьмой. Девятый столбик в следующую петлю. Десятый столбик в ту же петлю, что и девятый. Одиннадцатый столбик провязываем в следующую петлю. Двенадцатый в ту же, что и одиннадцатый. Двенадцатый столбик провязываем в следующую петлю. Двенадцатый в ту же, что и тринадцатый. Двенадцатый столбик в следующую петлю. Двенадцатый в ту же, что и пятнадцатый. Двенадцатый столбик в следующую. Двенадцатый в ту же, что и девятнадцатый. Двенадцатый столбик провязываем в следующую петлю. Двенадцатый в ту же, что и девятнадцатый. Двадцать третий столбик провязываем в следующую петлю. Двадцать второй в ту же, что и двадцать первый. Двадцать третий столбик провязываем в следующую. Двадцать третий столбик провязываем в ту же, что и двадцать третий. Соединяем первую и последнюю петли, как показано на экране. Второй ряд готов. Первый столбик третьего ряда провязываем воздушными петлями. Второй столбик с накидом провязываем в ту же петлю, что и первый. Получаем по два столбика в каждой петле. Первый провязан без накида, а остальные с накидом. Всего сорок восемь столбиков в третьем ряду. Третий столбик с накидом провязываем в следующую петлю. Четвертый в ту же, что и третий. Пятый столбик провязываем в следующую петлю. Шестой столбик в ту же, что и пятый. Седьмой в следующую. Восьмой столбик провязываем в ту же петлю, что и седьмой. Девятый столбик в следующую. Десятый столбик в ту же, что и девятый. Одиннадцатый столбик провязываем в следующую петлю. Двенадцатый в ту же. Двенадцатый столбик в ту же, что и тринадцатый. Двенадцатый столбик в ту же, что и тринадцатый. Двенадцатый столбик провязываем в следующую петлю. Двенадцатый столбик провязываем в следующую петлю. Двенадцатый столбик в ту же, что и пятнадцатый. Двенадцатый столбик провязываем в следующую петлю. Двенадцатый столбик в ту же, что и пятнадцатый. 19 столбик провязываем в следующую петлю 20 в ту же, что и 19 21 столбик провязываем в следующую петлю 22 в ту же 23 в следующую 24 в ту же, что и 23 25 столбик провязываем в следующую петлю 26 в ту же 27 в следующую петлю 28 столбик в ту же, что и 27 29 столбик провязываем в следующую петлю 30 в ту же 31 столбик провязываем в следующую петлю 31 столбик провязываем в следующую петлю 34 столбик провязываем в ту же, что и 33 35 столбик в следующую петлю 36 в ту же, что и 35 35 столбик в ту же, что и 35 37 в следующую 38 в ту же, что и 37 39 столбик провязываем в следующую петлю 40 столбик в ту же, что и 39 40 столбик в ту же, что и 39 40 столбик в следующую петлю 40 в ту же, что и 41 44 столбик в ту же, что и 41 44 столбик в ту же, что и 41 44 столбик в ту же, что и 43 45 столбик провязываем в следующую петлю 46 в ту же, что и 45 47 столбик 3 ряда провязываем в следующую петлю 48 столбик в ту же, что и 47 соединяем последнюю петлю с первой Убираем концы нити Наша подставка диаметром 10 сантиметров готова. Можно добавить ряды и получить другой размер. Теперь посмотрим как получить другой рисунок в такой же схеме вязания. Используем ту же нить и тот же крючок. Вязание первого ряда ничем не отличается. Набираем 12 столбиков, из которых один без накида, провязан воздушными петлями, а 11 с накидом. Первый столбик Второй столбик первого ряда Третий столбик Четвертый Пятый Шестой Седьмой Восьмой Восьмой Девятый 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 Одиннадцатый Девятый Последний столбик первого ряда, 12. Затягиваем кольцо. Продолжение следует... Соединяем первую и последнюю петли. Первый ряд готов. Провязываем первый столбик второго ряда воздушными петлями. Провязываем следующие 23 столбика с накидом. Во втором ряду должно получиться 24 столбика. По два столбика в каждой петле между столбиками первого ряда. Обратите внимание, что мы вяжем не в крайнюю петлю перемычки, как в первый раз, а под перемычку в петлю между столбиками первого ряда. Именно от этого зависит узор изделия. В зависимости от петель, в которые провязан второй и третий ряд, можно получить три разных узора. Это пятый столбик. Шестой столбик провязываем в ту же петлю, что и пятый. Схема вязания точно такая же. Седьмой столбик провязываем в следующую петлю. Восьмой. В ту же, что и седьмой. Девятый столбик провязываем в следующую петлю. Десятый. В ту же, что и девятый. Одиннадцатый столбик провязываем в следующую петлю. Двенадцатый. В ту же, что и одиннадцатый. Девятый столбик провязываем в следующую петлю. Девятый столбик провязываем в ту же петлю, что и тринадцатый. Девятый столбик провязываем в следующую петлю. Девятый столбик провязываем в следующую петлю. Девятый столбик в ту же, что и пятнадцатый. Девятый столбик провязываем в следующую петлю. Девятый столбик провязываем в ту же петлю, что и семнадцатый столбик. Девятый столбик провязываем в следующую петлю. Двадцатый столбик в ту же, что и девятнадцатый столбик. Девятый столбик провязываем в ту же петлю. Двадцать первый столбик провязываем в следующую петлю. Двадцать второй столбик провязываем в ту же петлю, что и двадцать первый столбик. Двадцать третий и двадцать четвертый столбики провязываем в следующую петлю. У нас получилось двадцать четыре столбика во втором ряду, по два столбика в каждой петле между двенадцатью столбиками первого ряда. Соединяем первую и последнюю петли второго ряда. Провязываем первый столбик третьего ряда воздушными петлями. Провязываем второй столбик третьего ряда с накидом в ту же петлю, что и первый столбик. В третьем ряду должно получиться 48 столбиков, по 2 столбика в каждой петле между столбиками второго ряда. Третий столбик с накидом провязываем в следующую петлю. Четвертый, в ту же, что и третий. Пятый, в следующую петлю. Шестой столбик в ту же петлю, что и пятый. Продолжаем вязать по такой же схеме. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok